Я путешественник, я преподаватель курса по обучению поющим чашам, практикам с поющим чашам. Достаточно много на сегодняшний день мы путешествуем вообще в принципе по миру, были на всех материках, кроме Антарктики. Это у нас следующая, так сказать, мечта для реализации. И плюс к этому, специальности звукотерапевт в России на сегодняшний день нет как специальности, как таковой. Но я бы сказал, что я как раз на стыке практик и теоретик, и исследователей, на стыке как раз и звука, и музыки, и вибраций как механических каких-то составляющих, как механического аспекта, то есть как и массажист в том числе. На сегодняшний день очень много, скажем так, непонятностей, неточностей вокруг вообще слова массаж и, допустим, поющие чаши. Только ленивый не называет все, что он делает с поющими чашами, массажем, виброкустическим массажем, надомассажем и так далее. Хотя на самом деле я просто за точность формулировок. Получается, что если быть точным, то массажем можно назвать только контактное воздействие руки массажиста, либо предмета с телом человека. Поэтому получается, что чаша, если мы рассматриваем именно мою авторскую методику, ту, которую я разработал в результате нескольких лет обучения у мастеров в Гималаях, лучше так скажем. И плюс там мой персональный опыт и практик. Я 20 лет массажем занимался и 9 лет массажистом в больнице проработал. То есть получается, в нашем случае чаша – это предмет, это аппарат, который создает механические колебания, которые передаются при контакте с телом человека непосредственно телу человека. И тело реагирует на это совершенно нормальным физиологическим образом. И буквально несколько дней назад вышла одна из статей, которую мы написали вместе с моими учениками в Кемерово, проведя исследование по реакции на именно этот массаж человека. Делались тесты психологические по уровню напряженности до процедуры и после процедуры. После этого результаты обрабатывались статистически в определенной психологической программе. И появился результат, утверждающий то, что данный уровень напряжения реактивной тревожности, личностной тревожности существенно снижается после процедуры всего-навсего. То есть есть некоторая закономерность в том, что, допустим, систолическое давление в результате процедуры снижается. То есть другие параметры, они пока не видны такой какой-то закономерности по систолическому, по верхнему давлению. Это отслеживается на выборке порядка 30 человек. И понятно, что все эти данные надо анализировать. Понятно, что никто поющий чаш в таком формате именно контактного воздействия. Серьезно, повторяюсь, в России и то, что сейчас мы по зарубежным источникам изучаем. То есть никто контактное воздействие поющих чаш не изучал. Все изучают больше как медитации, как дистанционное воздействие, когда чаш располагается рядом с телом человека и, допустим, проводится звукоизлечение. То есть через буферную среду какое-то воздействие, через воздух, через воду, да, есть такие вещи. Но именно контактное воздействие никто не изучал, и мы в этом пока пионеры. По крайней мере, из всего того, что мы сейчас искали, нам не удалось найти какой-то информации, такой серьезной, я имею в виду, когда это на уровне патентов, изобретений, научных статей в наших или зарубежных источниках. И поэтому получается, что я очень сейчас трепетно отношусь к самому этому понятию. То есть массаж — это, повторяюсь, контактное воздействие руки и массажисты, либо аппарат. В данном случае, повторяюсь, чаша представляет собой как аппарат для механического массажа, создающий механические колебания, которые передаются телу человека. И поэтому очень многие принципы по воздействию идентичны тому, как если бы мы выполняли, допустим, классический массаж, прием, скажем, непрерывистой вибрации. И вот на этих параллелях мы сейчас проводим дополнительные исследования и пытаемся как-то обосновать это с позиции научной какой-то базы и найти какие-то методологические решения не эмпирическим путем. Сделали десятерым, допустим, да, о, 10 человек там получили какие-то сильнейшие инсайты, жизнь улучшилась. Но сколько делать по длительности, в какой, допустим, последовательности, какие именно для этого должны быть чаши. Потому что на сегодняшний день в этом именно массаже получается достаточно иметь всего-навсего одну единственную поющую чашу, кованую, либо даже машинного производства, которая имеет относительно тонкие стенки, обладает определенными именно вибрационными характеристиками, которые мы можем, опять же, оцифровать. То есть мы можем это не на уровне эмоций, чувств или еще чего-то, а конкретики. Ну, там, скажем, длительность вибрации составляет, допустим, 40-50 секунд, например. То есть все то, что можно оцифровать. И достаточно одной единственной вот такой вот чаши для того, чтобы можно было выполнить полноценную процедуру тибетского виброакустического массажа поющими чашами. То неважно, звуковой это массаж или это вот контактный массаж. Ну, то есть, скажем, акустическое это воздействие, когда идет воздействие через слуховой анализатор в основном. Или когда это воздействие непосредственно с телом, когда чаша передает колебания. Всегда есть определенные риски. И наша как раз задача в том, чтобы минимизировать их, да, потому что основной принцип в медицине не навреди. И поэтому, несомненно, воздействие даже на, даже просто звуком на человека, оно очень сильное. Как раз таки, если звукотерапии в России нет как предмета, да, то музыкотерапия как предмет есть прекрасно. Есть, ну вот у меня только сейчас, допустим, в базе где-то порядка шести или семи авторефератов к диссертациям, которые писались на предмет, например, музыкотерапия в период восстановления беременных после, допустим, осложненных родов и так далее. Или там музыкотерапия в работе с, там, депрессивными состояниями у такой-то категории, там, пациентов. Вот. То есть музыкотерапия как раз все. И там, ну там как, опять, понятное дело, там не чаша, там больше берутся, например, оцениваются какие-то определенные произведения, там, ну того же, там, Моцарта или того же, там, какого-то другого композитора. И исследуется тоже посредством тестов или там, может быть, там энцефалограмма и так далее, как бы реакция человека на воздействие звуком. То же самое, ну то есть, да, я к чему веду? К тому, что неправильно подобрав, допустим, определенную последовательность даже в акустическом массаже, то есть тогда, когда нет контакта непосредственно с чашей, а чаши выставляются вокруг человека, и из них извлекается вибрация, извлекается звук, то при негармоничном, как бы, подходе, при, как сказать, при том, когда музыка будет депрессивной, как это мы сказали в консерватории, да, то есть это будет вызывать у человека, понятное дело, там, допустим, еще больше, ну, как бы, ухудшение, может быть, его психологического состояния. То же самое и с контактным методом, то есть то же самое, ситуация того же самого давления, повышается оно или понижается. Если есть какие-то, ну, что называется, народные тела в почках, там, да, камни или песок, там, или еще что-то, то есть в каких-то случаях, в принципе, ну, нельзя воздействовать, допустим, там, на область почек, даже классическим массажем, потому что можно вызвать у человека, как бы, осложнение, там, его заболевания. То есть нюансов, на самом деле, очень много, и если человек точно следует тому алгоритму, той технологии, вот, виброакустического массажа, который оговаривается, то есть мы постарались учесть максимально все, вот, ну, потенциально возможные какие-то риски. Поэтому мы, например, говорим, в первом триместре беременности нельзя делать контактно, вообще никак, какая бы там беременность ни была, например. Или в состоянии, там, допустим, какого-то, ну, психоэмоционального, там, возбуждения, там, или еще чего-нибудь. Потому что какая реакция у человека будет, сказать сложно. И в данном случае основной принцип не навреди, то есть лучше, чтобы эти риски минимизировать, там, допустим, ну, сделать какую-то там другую, оказать какое-то другое воздействие. В 2014 году я специально ездил в Москву в Российскую Ассоциацию по интернационной медицине, и мы там проводили апробацию этого метода, проводили исследования. Там на меня датчики вешали, на пациента датчики вешали, делали процедуру. Потом человек, ну, вот, научный работник проводил анализ того, как бы, того, что было в результате. И оказалось очень, появилось очень, как бы, интересные выводы о том, что, да, процедура оказывает воздействие, то есть у пациента оказались, ну, как бы, результативность деятельности, там, его системы органов, как бы, такая, что, да, однозначно воздействие было. Второй момент, что, оказывается, было и воздействие на оператора, то есть на меня. У меня те показатели, которые, параметры, которые с меня стали, показали, что, как бы, я сильно уставший, сильно, прям, почти больной уже, то есть, вот, как бы, в предзаболеваемом состоянии. А после процедуры оказалось, что мой функциональный резерв настолько высок, что я выше, чем здоровый человек, то есть фактически. А это всего-навсего, там, ну, в сумме заняло полтора часа со всеми тестами, там, самой процедурой и так далее. То есть я, выполняя процедуру, оздоровил себя, на пациента было воздействие, как бы, и я был почти как заболевший, и при этом я еще и оказался, ну, более, что ли, в более здоровой форме. И больше того, ну, как в дальнейшем практика показала, достаточно интенсивная моя, что действительно, когда человек выполняет несколько процедур, допустим, в день, то он, его состояние, как правило, тоже вовлекается в этот процесс. Как психофизиологическое, так и, ну, физическое. Очень, на самом деле, очень широкий спектр тех людей, которые приходят, начиная от того, что людям просто интересно, потому что, ну, на сегодняшний день достаточно много информации вообще, как бы, в сети и, в принципе, как бы, о поющих чашах. Вот, но я бы, ну, готов, там, искренне утверждать, что я эксперт в этой области, потому что столько, сколько, допустим, ну, в каких-то местах, где бы мы не были, а где мы путешествовали, а мы, фактически, весь регион Гималаев проехали и встречались с разными, там, мастерами и с разными, там, монахами и так далее. И мы имеем информацию из первых рук, что называется. И поэтому, ну, какие-то вещи я могу утверждать с позиции вот эксперта, как человека, который своими глазами видел, слышал что-то. То же самое из позиции того, что я несколько лет, наверное, с 11 по где-то вот тоже 13 год ездил в Киев. Туда приезжал доктор Ниныч Нангцанг, и я обучался у него тибетской медицине, курсу внешних процедур, допустим, массажа кунье, мантротерапии. И потом выполнял все необходимые самая, то есть, как бы, все необходимые обязательства, которые у нас были. В том числе я выполнил несколько затворных ретритов. То есть, когда ты сидишь один в деревянном, там, условно, доме, где-то у нас в Нижнем Новгороде, под Нижним Новгородом, и проводишь, ну, как сказать, ретрит. То есть, ты выполняешь либо мантры начитываешь, либо практики какие-то делаешь. То есть, то, что, ну, требовалось. Вот. То есть, я и теоретик, я и практик. И я предполагаю при этом, что люди, скорее всего, чувствуют вот эти впечатления, ощущения от, ну, как сказать, от того, что я декларирую где-то как бы в пространстве, или как это модное слово сейчас манифестирует там, да. То есть, свое видение, отношение к этому. И люди, наверное, как бы, если у них это откликается, как раз, они приходят. Они приходят для того, чтобы получить, ну, как сказать, информацию из первых рук о том, что вообще такое чаши и все, как бы, окружающее вокруг этого. Люди приходят, чтобы получить ту технологию, которая экологична, безопасна, и которую можно применять для помощи и улучшения качества жизни, как бы, ну, там, близких или, там, знакомых и так далее. Люди приходят те, которые хотят посвятить себя, ну, по крайней мере, они так считают, посвятить себя тому, чтобы сделать это какой-то частью своей профессии. Ну, допустим, там, спа-операторы, спа-технологи, массажисты, которые работают в салонах, в фитнес-клубах, в, ну, самостоятельно там и так далее. Приходят люди, которые планируют или хотят улучшить, как сказать, свое физическое состояние в результате или хотят повысить свой, ну, слов духовность здесь вот не очень, ну, скажем, улучшить, повысить свое саморазвитие или через свое саморазвитие, да, улучшить тоже свое качество жизни. То есть, очень разнообразный спектр, и на сегодняшний день, ну, больше 400 человек, наверное, вот с 11-го года, с 12-го, когда я начал, ну, вот, уже, как бы, технология была более-менее отработана, и я начал именно преподавательскую деятельность в этой вот области, связанной с поющими чашами. Опять же, на сайте «Поющие чаши РФ» там очень, ну, как бы, отзывы живых людей, то есть, если кто-то хотел, как бы, оставлял, мы их публиковали, то есть, это не копирайтеры писали, то есть, там живые люди везде. Вот, и, ну, вот они, как бы, рассказывают о своем опыте как пациентов, так там есть и люди, которые отучились. И даже там есть раздел тех, кто отучился, и, ну, как сказать, то, что они уже делают, отзывы о их работе. Потому что, когда, допустим, что-то делает один человек, ведь вопрос еще в том, насколько возможно ли тиражировать тот опыт, тот метод, который, как бы, есть у него. Потому что, может, это у меня такие особенности, там, не знаю, способности, как это, экстрасенсорные, там, да, с чашами, вот, и я по этому делаю, там, всем хорошо. Как только там кто-то другого пытаюсь научить, да, допустим, у человека это не получается. Вот, на сегодняшний день у меня, как бы, есть инструктора в Кемерово, мои друзья, вот, они уже могут и преподавать эту же методику. И основная моя цель и задача, моя, как бы, миссия, да, это, ну, передавать максимальным возможным, понятным способом те знания и умения, которые у меня есть, связанные с поющими чашами, для того, чтобы люди могли применять дальше. Чтобы они могли это использовать, улучшая, там, пространство, мир, там, вокруг себя, намного лучше. Вот, и поэтому, как сказать, здесь не просто, там, технический человек должен что-то сделать, человек должен, на мой взгляд, инструктор должен обладать еще определенными, ну, человеческими, что ли, если можно так сказать, качествами, которые мне созвучны. Я дал бы очень простую рекомендацию для, как бы, две, точнее, вот, рекомендации, мои любимые рекомендации. А когда я в 2015 году ездил в Японию специально, чтобы вот изучать, что и как работают поющие чаши в буддизме, в той форме, которая присутствует в Японии, в Китае, в Корее, там, и так далее. И мы были с другом в храме в Киото, и там стояла огромная, ну, прямо вот реально с меня размером поющая чаша, она, у нее форма совсем другая. Вот, и там была табличка на японском, он мне ее перевел. Там, значит, табличка о том, как надо проводить простейшую медитацию. Там было написано, извлеки из чаши звук, услышь тишину, и ты познаешь Будду. Я тогда, ну, я все сделал, понятное дело, никакой тишины там я не услышал, и на сегодняшний день я очень искренне всем рекомендую, с любой там поющей чашей, да, там абсолютно без каких-то дополнительных там инструментов любого качества, да, вот взять чашу, извлечь звук и попытаться услышать тишину. На словах кажется, что это достаточно простая, и, ну, это, в принципе, простой метод для выполнения, но он очень сложный для реализации. Потому что, во-первых, чтобы услышать тишину, надо поймать тот момент, когда чаша на самом деле перестала звучать. А это очень сложно, потому что, ну, это предмет, который будет, как бы, разные звуки, они так или иначе будут отражаться, металл будет все равно создавать какие-то микроколебания, наш слуховой анализатор даже на несознательном уровне может это отслеживать. Во-вторых, мысли-то куда девать? Там ведь еще имеется в виду, как услышать тишину? Ну, я попробовал, и буквально через, там, не знаю, несколько секунд уже у меня в голове по поводу того, мысли о том, что надо там на рейс зарегистрироваться, а надо там еще что-то написать, а вот там к тому-то я не ответил, ой, а вот здесь вот красивое что-то такое светится, ой, а еще и запах тут приятный. Ну, то есть, получается, остановить еще и поток мыслей, это тоже очень сложно. То есть, это простейшая медитация, на самом деле, на табличке, рекомендуемая вот в храме в Киото, она по факту мощнейшая, просто мы, ну, нам, западным людям, скорее всего, в принципе, сложно вот это все реализовывать. Но пробовать это можно, и я рекомендую вообще, в принципе, людям, которые ведут, например, какой-то индивидуальный прием, консультирование, занятия групповые или индивидуальные по йоге и так далее. И вот как водная часть, когда все пытаются вот это вот услышать, это очень быстро переключает человека на какое-то внутреннее состояние. Все равно внутренние какие-то мысли, внутренний диалог все равно будет, скорее всего, но возможность услышать, возможность попытаться как бы вот настроиться быстро как бы на внутренние какие-то состояния, они, несомненно, присутствуют. Вот. А второй способ, это очень простой, ну, взять чашу, извлечь из нее любым способом, который человек может, или у него как-то есть возможность звук, и слушать тот звук, который ему нравится, найти ту чашу, которая откликается внутренне. Мне, как, ну, медицинскому работнику, да, очень сложно вот это, все эти понятия, там, послушать интуитивно, там, еще, то есть мне больше как-то сколько в граммах вешать, сколько там раз ударить, сколько секунд слушать, там, и так далее, и как именно там слушать. Вот. Но в данном случае, так действительно рекомендуют достаточно многие мастера в Гималаях, они говорят о том, что слушайте, так сказать, сердцем, вот нравится вам какой-то звук, и слушайте. То есть это будет формировать позитивный какой-то паттерн внутри вас, как бы, на этот звук, на эту вибрацию, на это качество или свойство чаши. На самом деле есть очень интересные практики, которые вот мы получили, ну, наверное, где-то с год назад, и, то есть на сегодняшний день мы планируем, что это, то есть это сейчас есть прям как полноценный семинар, но мы его начнем с Риги летом, и дальше потихонечку будем вводить его, как бы, в программу вообще, как бы, семинаров как таковых. Это семинар, связанный с работой с энергетическими центрами, то есть, видите, если мы говорим про массаж, да, здесь никаких чакр, каналов там и так далее, все сплошная физиология, куда течет, как бы, лимфа, где какие там клапаны, как расположены четыре желудочка головного мозга и так далее. Когда же мы говорим о семинаре, связанном с чакрами, мантрами, мудрыми, янтрами и так далее, то есть мы как раз говорим о чем? Что это комплексная методика, которая позволяет прорабатывать каждый из энергетических центров согласно именно ведической традиции. Там используются определенные мудры, которые позволяют замыкать те или иные энергетический канал для работы именно с этим энергетическим центром, визуализация, которая позволяет направить сознание, как бы, соединить сознание с тем или иным энергетическим центром и, опять же, усилить или сгармонизировать, как бы, его свойства, его действия. Это определенные мантры, это, собственно говоря, работа с голосом и, как следствие, это самые, что ни на есть, вот вибрации, те, которые позволяют без каких-то дополнительных условий и усилий то же самое прорабатывать именно тот энергетический центр, звукосочетание которого соответствует той или иной мантре. И, наконец, это поющая чаша, потому что поющая чаша создает определенные вибрации, создает определенные колебания, которые позволяют запустить еще на физическом уровне те или иные процессы в организме, характерные для работы того или иного энергетического центра. И вот этот как раз семинар великолепно подходит как для самостоятельной практики, потому что это не самомассаж, то есть это как раз и для того, чтобы человек мог развивать свою энергетическую структуру с позиции ведической системы. Это возможность работать в группе или индивидуально с каждым человеком, потому что тогда человек неиспытуемый, а тот, кто выполняет эту практику, он может сосредотачиваться на вибрациях, на мантре и на визуализации, а в это время человек, который с ним работает, может работать с тем энергетическим центром дистанционно или контактно поющей чашей, который будет соответствовать опять же тому или иному энергетическому центру. То есть это как раз отзыв, ну точнее обратная что ли вот реакция на обратную связь, когда люди постоянно просили что-то для того, чтобы можно было работать либо самостоятельно, либо там с кем-то индивидуально, но при этом чтобы не было необходимости все вот строго как там в массаже, как вот в классическом классическом варианте работы как бы контактно с телом с чашей. Ну и как дополнительная опция там это и шавасана с поющими чашами, это и надо йога с поющими чашами, ну как управляемая медитация. Вот и ну еще какие-то будут наверное со временем может быть дополнение там или корректировки этого всего. Изначально моя задача была в максимальной популяризации и в максимальной доступности как бы тех знаний, которые у меня есть. Вот и я стремился к тому, чтобы у человека была максимально возможна искренняя свобода выбора. Поэтому все семинары, которые на сегодняшний день как бы у меня есть, которые я провожу, они каждый из них он самостоятельный. То есть для того, чтобы прийти на семинар допустим по гималайским практикам нет необходимости обязательно предварительно пройти семинар по контактному допустим массажу. Для того, чтобы прийти на семинар по вот мудрые янтры там и так далее с поющими чашами не обязательно пройти два предыдущих. То есть человек может прийти на любой из этих семинаров и это каждый из них он абсолютно самостоятельный и он должен получить то, что позволит ему выполнять ту или иную практику самостоятельно и эффективно. Поэтому здесь, конечно, если какая-то последовательность такая прослеживается, пересечение по какому-то материалу все равно есть. Потому что когда мы говорим об истории поющих чаш, о классификации поющих чаш и так далее, то это будет относительно одинаково в каждом из семинаров. Но по сути базовое как бы и структурное отличие каждого из семинаров они сделаны так, чтобы они были абсолютно самостоятельными и не привязывать людей вот к этим маркетинговым вещам. Я понимаю, что люди приходят разные. Не то, что приходят, а в принципе, что мы все очень разные. И для того, чтобы получить абсолютный минимум, понятно, что два дня семинар, то есть как в классическом массаже можно только человеку дать понять, как он должен, что он должен делать. Можно только дать понять, как ему контролировать в отсутствии преподавателя или инструктора правильность выполнения тех или иных действий. Но понятно, что выработать устойчивый двигательный навык за два дня это невозможно, несомненно. И исходя из этого я строил как бы все программы каждого семинара таким образом, чтобы фактически любой человек со средним образованием, просто со средним образованием мог выполнить процедуру, ну или выполнить ту или иную практику с минимальным риском для себя и с максимальной эффективностью. Поэтому нет необходимости иметь медицинское образование, обладать экстрасенсорными способностями и так далее. Просто где-то это может помогать какие-то дополнительные навыки из обычной жизни там или с профессиональной деятельности. Вот. А где-то наоборот они даже могут быть, ну когда могут мешать, потому что когда мы говорим про контактный массаж, там все четко, только так и никак иначе. А когда мы, ну это как бы отлично как раз для медиков, для людей с материалистическим подходом как бы к жизни, да. Когда же мы начинаем говорить про мантру, яндр там и так далее. А там наоборот, там про науку вообще никак и нигде. И там уже, скажем, мне этот семинар тоже очень интересен, потому что я, ну у меня очень хорошо развито логическое, структурное мышление, плюс повторяюсь, там медицинское образование и педагогическое, физкультурное образование. То есть у меня все равно как бы академическое такое, и у меня требуем к этому ко всему подход структурный, четкий, конкретный. Когда говорят, ну вы там послушайте сердцем, какая чаша откликается. Мне достаточно сложно. То есть я сердцем-то слышу, но у меня все время в голове крутится, ну должны же быть какие-то критерии там, ну и так далее. Вот. Поэтому для каждой, допустим, ну не то, что категории людей, а каждый из семинаров, он позволяет в принципе любому человеку при его должной мотивации освоить те или иные практики и методы для дальнейшего использования в своей жизни, в обычной там или в профессиональной. Как выбрать там стиральную машину, например, да, то есть вариаций как бы много. Все зависит от того, какую задачу перед собой человек ставит изначально. Исходя из этого уже можно дальше ну как бы начинать отвечать, а потом начинает возникать еще куча смежных вопросов. А какой, ну как бы, в какое конкретно пространство? На кухне? Встроенное или не встроенное? В ванной? Встроенное там или не встроенное? С какой загрузкой там и так далее? Под какую задачу и так далее? То есть на самом деле мне сложно ответить на этот вопрос, кроме как одним словом. Если мы рассматриваем, как выбрать поющую чашу вот абстрактно в принципе, откройте свое сердце, почувствуйте, что она вам нравится. Все. Этого будет достаточно для того, чтобы качество жизни, ну радость какая-то была. Дзинг, приятный звук. Самый простой. Во мне, как сказать, эксперт в области поющих чаш, он, конечно, сейчас там внутри протестует. Изо всех сил меня внутри трясет, потому что ну как же, надо же вот рассказать, что поющие чаши, допустим, именно для виброакустического массажа, они должны обладать именно характеристиками не акустическими, а именно характеристиками вибраций. То есть должна быть очень четкая, очень хорошо ощутимая вибрация. Она должна быть долгой. А для этого есть определенные свойства у поющих чаш, которым можно следовать, выбирая ее. А для, допустим, акустических практик уже нет необходимости, чтобы там, скажем, чаша была там от 24-25 сантиметров. Для акустических практик, пожалуйста, может быть очень маленькие чаши, которые будут создавать прекрасное гармоничное звучание, при определенных схемах звукоизвлечения, это будет гармонизировать, допустим, центр ослабления, там или наоборот, возбуждение в головном мозге и будет, ну, гармонизировать состояние, психофизиологическое состояние там человека и так далее. А если нам нужны, там, допустим, поющие чаши для того, чтобы проводить групповые медитации, то там уже, ну, нужно еще по определенным нотам, определенным образом подобранные, допустим, чаши для того, чтобы можно было создавать какие-то еще и, ну, скажем, музыкальные композиции. А если мы хотим выбирать поющую чашу для индивидуальной практики, для того, чтобы, когда мы, допустим, путешествуем, ну, как здесь, например, комплект семь чаш больших плюс комплект семь чаш маленьких, это будет порядка 20-21 килограмма в сумме. То есть путешествовать куда-то далеко с этим достаточно проблематично. Я резюмирую сейчас. Значит, на самом деле, если вы просто хотите выбрать чашу, то выбирайте та, которая вам нравится, и слушайте свое сердце. Если вы хотите просто послушать, то есть вы пришли именно послушать, берите, ну, то есть маленькую можно взять легко, спокойно. Если она нужна уже для массажа, она должна быть с тонкими стенками или она должна вибрировать, правильно как-то? Она должна создавать четко ощутимые механические вибрации, да. Вибрации, она должна быть определенного уже диаметра, то есть от какого-то определенного диаметра. И уже дальше, там, если куда-то путешествовать, если для кого-то играть, да, для группы, это уже более глубокая информация. Ее уже можно искать там либо у вас, либо из каких-то других там источников. Вот такой вот очень интересный, вот такой вот очень интересный стик для звукоизвлечения из яблони мне подарил Франк Перри. Это очень интересный, очень авторитетный человек в области поющих чаш, живет он в Англии. И он написал вот толстенную, толстенную вот такую очень интересную книгу, выдержавшую очень много изданий про поющие чаши. Очень рекомендую, на Амазоне она есть, она на английском языке, но достаточно, там такой как бы достаточно понимаемый, скажем так, английский язык. Там очень много интересного. И вот мы с ним встречались, он, к счастью, так звезды сложились, что он дал нам небольшой мастер-класс. Вот. И очень, 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 очень удобный стик по такой форме, уж не знаю, патентовал он это или нет. который позволяет работать, извлекая из чаши звук именно трением. Причем, даже из очень маленьких чаш, обычно это бывает очень, очень сложно, ввиду маленького размера. Ну вот из этой тоже, да. Для больших чаш больше подходят традиционные стики такие вот, которые, собственно, вы можете видеть как раз везде в интернете, там и так далее. При извлечении звука трением, как правило, как раз таки больше идет работа именно со звуком, нежели с вибрацией, потому что она получается больше звучание меньше именно ощутимой вибрации. Вот. А именно ощутимая вибрация, она интересна чем? Что когда мы извлекаем из чаши звук Ударным способом визуально может быть видно, как колеблется стеночка, но это сложно оценить, насколько видно, как колеблется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok